В эфире специальный проект футбольного клуба Мисс Рубин, 2014, Ксения Витовская Так, ну, честно говоря, блины меня немного смущают Так Ксения Витовская, мисс Рубин, 2014, болеет за казанский клуб с 2008 года Футбол в жизнь нашей героини пришел давно Еще школьницей Ксения ездила на домашние игры Рубина из родного Зеленодольска И на одном из таких матчей, побывав на фан-секторе казанцев И увидев уверенную победу нашей команды, поняла, что Рубин в ее жизни всерьез и надолго С этого момента прошло много времени Ксения закончила высшее учебное заведение Успела поработать в дирекции универсиады И стать частью большой семьи футбольного клуба Рубин Наша героиня – сотрудница департамента по работе с болельщиками В этом году про нашу Ксюшу узнали болельщики не только Рубина, но и всей российской премьер-лиги Ксения Витовская представила Казанский клуб на конкурсе Мисс РФПЛ-2014 Героиня программы выбрала какое блюдо? Курник Курник? Да А почему именно курник и что это означает? Я вот первый раз слышу, честно На самом деле это блюдо впервые я попробовала у бабушки в Уральских горах, скажем так И сейчас лето, а каждое лето я ездила из Татарстана туда в Оренбургские степи И у меня такое воспоминание, что мне хочется вернуться туда, когда был отдых, жара Это в общем бабушкино блюдо Да, это даже славится как бабушкино блюдо А все бабушки готовят очень вкусно У всех Сегодня обязательно должно быть вкусно Да, но мы немножко интерпретируем этот рецепт Я вижу Интерпретируем Для начала мы раскатаем один пласт, ты этим будешь заниматься Хорошо Вот, потому что у меня немножко проблемы с раскаткой вообще теста, ну серьезно Можем ее слайс нарезать, можем ее нарезать кубиком или соломкой Мальчишки, вы любите кубик? Как хотите? Крупный? Мальчишки Я кубик Вот я тоже Все хотят кубик, давайте кубик Ладно, хорошо Бабушка бы сейчас меня ругала, как я раскатала Неровно Главное, раскатала Мы это сейчас, что с этим будем делать? Натянем? Мы натянем Будем натягивать по самые края Ну вот так, смотри, сделаем Вот так сделаем Вот так сделаем Да? Как приятно, когда мы все на готове Да, конечно Интересно Да Ой, как интересно Делаем вот такую тему Ой, как получается интересно Вот я первый раз вижу, что платье Где вы такой рецепт вообще узнали? Муза опять приходила? Мы узнали, а где мы узнали рецепт окрошка там с морепродуктами? Где мы узнали? Муза приходила? Да, она просто продавала Я говорю, муза приходила Да, пришла Только на этот раз это не я была Я тесто с блинами мешаю Вот Он у нас приготовится Мы его потом переворачиваем Смазываем его сливочным маслом Чуть-чуть яйцом И даем ему корочку И можно будет вот так его нарезать Если его делать одному Это очень Мы с Руфиной вдвоем будем готовить И муторно очень Похож? Да Ну классно Вот теперь он похож на то, что мы готовим Спасибо Пока готовится наше Оренбургское лазанье Мы посидим поговорим, да? Чуть-чуть, если ты не против Ксюша, я тебе, наверное, уже задавала этот вопрос Но я помню, что когда мы с тобой сделали первый сюжет Многие болельщики не поняли Немножко Откуда ты? Как ты Как Рудвин пришел в твою жизнь? Вот если не сложно Ой, это очень давно было Очень-очень давно было Я еще была школьницей Я сама из Зеленодольска Уже, наверное, многие об этом знают А у нас город очень футбольный Очень футбольный То есть все Ну не все, но По крайней мере, когда я была маленькая Футбол занимала жизнь практически каждого мужчины в нашем городе Они все болели И у нас даже стоит сейчас стадион имени Виктора Колотова И стоит ему памятник Поэтому мальчишки всегда гоняли футбол И я бегала вместе с ними И поэтому футбол это была неотъемлемая часть моей жизни В детстве тогда еще Потом Стало так, когда я пришла в школу У нас даже девочки болели за футбол Были болельщицы Да, были болельщицы И Ну как не болеть за свою родную команду И потом уже, когда я стала взрослее Была возможность выезжать в Казань Как раз Рубин начинал набирать обороты И вот я прям прониклась И начала болеть И у меня вот одноклассники И Получалось так, что я всегда дружила немножко с ребятами Которые старше меня, они уже болели за рубины Они меня подтянули И рассказывали мне, в принципе, уже такие нюансы футбола Что и как Расскажи нам, пожалуйста А у нас уже курник готов Вот что у нас получилось Мы его даже переворачивать Мы его переворачивать даже не стали Не стали, девочки Он, его можно потрогать Он, смотрите Весь хрустящий Сыр расплавился Все расплавилось Надеюсь, это будет вкусно Тарелочки Я, наверное, встану Позвольте Да, вставай Начинаем мы его резать отсюда Вот так вот Прямо И вот так отрезали Вот так кусок Вот так кусок Вот так кусок Да? Да Вы следите Я вам Хорошо Не, я надеюсь, что он у нас это Ароматный, да, очень? Чувствуешь, Шурфин? А мне еще Рязанцева говорила Что женщины готовить не умеют Какой кусочек? Вот этот кусочек или вот этот? Мне все равно Давай вот этот Так, все, девочки Приятного аппетита Спасибо большое Попробуешь? Да Вкусно? Очень Вот тогда В одиннадцатом классе Могла ли тебе прийти в голову мысль Что через несколько лет На конкурсе Мисс РФПЛ Ты будешь представлять Казанский рынок Я всегда очень критично отношусь К таким конкурсам И всегда избегала их на самом деле Потому что Понятие красоты Еще Это очень субъективное понимание И Здесь, когда мне сказали Что, Ксюша, тебе надо Ты достойно представлять честь Рубина Я подумала, в первую очередь Что это конкурс болельщицы И уж рассказать историю клуба Кто как и как сыграл Очень было важно знать Как сыграл в последнем сезоне наш клуб Когда ты живешь практически целый сезон Одной жизни на работе И понимаешь, что происходит И как происходит И ты сопереживаешь Что готов, не знаю Отстаивать честь своей команды До последнего И биться в Москве до последнего Поэтому, приехав туда Я была уверена Что Спокойно смогу рассказать И про свой клуб И про свою команду Вот Но И готовились мы очень много И долго нам сообщили За пять дней до конкурса Что было необходимо Это нужно было подготовить Видео Фотосессию И плюс Номер Как от конкурсантки Чем она талантлива И Причем как болельщица талантлива И четвертое Это было пожелание Сборной нашей России Которая собиралась Тогда ехать в Бразилию Была удивительная атмосфера В Москве То есть Не было такого Обычно на конкурсах Пройдя миллион конкурсов В своей жизни Я знаю, что есть конкуренция И Все друг друга Как-то, но Недолюбливают Почему-то у нас Такого не было Мы все обсуждали Какие-то матчи Когда мы кто с кем играл И у кого какие эмоции были Как это в клубе переживалось Многие девочки Которые участвовали Они Не многие Но некоторые Они танцуют в своих клубах Как в качестве танцподдержки Кто-то тоже работает Такие были Кто-то уже Кого-то берут Вот в этом сезоне Поэтому Это было Четыре дня Со своими Единомышленниками И они были Настолько Замечательные Что Сейчас Когда я вернулась В Казань Мы до сих пор Поддерживаем Друг друга Мы переписываемся Мы узнаем Как дела И вот недавно Я летала в Питер Я встречалась С победительницей конкурса С которым мы подружились С первого дня Вот прям с первого Как она приехала И мы сразу в гармонии Начали с ней Жить Скажем так Четыре дня И мы увиделись в Питере И у нее очень сильно Поменяло жизнь И у меня очень сильно Поменяло жизнь Вроде конкурс Такой Своеобразный Но как-то Твое мировоззрение Оно все равно Немножко меняет И Начинаешь Там достаточно критично Относиться К каким-то вещам В жизни Что-то наоборот Спускать рук И так далее Давай расскажем Про те акции Которые планируются В новом сезоне В тот раз Это было один раз Всего за сезон Акции Выведи футболиста На поле Это детки Владельцев абонементов Которые первые Купили уже у нас На новый сезон Абонементы В этот раз Мы решили Что она станет Практически постоянно И не могу гарантировать Что каждый матч Но будем стараться Делать ее очень часто Расскажи, пожалуйста Про эмоции Родителей Детей Которые уже выводили Потому что там была феерия Ой, это Что-то невероятное Для нас Это было что-то невероятное Потому что Мы там все время Весь день Привели с этими детьми Я даже скажу Что я очень часто встречаю Не очень Но достаточно часто Встречаю родителей Некоторых Возле своего дома В каких-то торговых центрах И дети просто кричат мне Ксюша, привет Это такое невероятное ощущение И они действительно Каждый раз Когда я вижу их на матче Или мы проводим Какие-то мероприятия Автограф-сессии Фестивали Или еще что-то Они всегда летят С такой душой И родители видят Что дети тянутся И они, мне кажется Сами болельщики И рады тому Что вот такие вот Маленькие детишки Уже идут И хотят ходить на футбол И мы в этом году Очень будем стараться Чтобы деткам Было хорошо у нас У нас все условия Это будут И аниматоры Перед матчем Они были в том году И будут разрисовывать Заниматься с ними Учить кричать Там их То есть Детям на семейном секторе Действительно будет весело И интересно Плюс мы прописали Очень много всяких Идейных акций Поэтому если вы хотите Поучаствовать Встретиться с командой Или взять автограф Или поехать на выезд То следите за социальными Сетями футбольного клуба Рубин У нас получается Что в Рубине Мне очень нравится Что очень много Молодых сотрудников Которые горят своим делом И мы так все На одной волне Мы сами все Там болельщики Своего клуба И мы хотим Чтобы только Мы вместе в ногу Скажем так Так со своей командой Шли Мы представляем Стороны клуба Но в то же время Мы представляем Болельщиков Поэтому Все акции Которые мы придумываем Стараемся Чтобы максимально Понравиться И порадовать Наших болельщиков Скажи Пожалуйста Не могу не спросить Есть ли у тебя Любимый игрок Понятно Я Максиму Александровичу Лопухову говорила Что понятно Что мы сотрудники И мы одинаково Относимся Ко всем Ко всей команде Есть ли такой Особенный игрок У тебя Мне очень нравится Марка Девич Для меня очень важно Чтобы футболист Он был человечный И Я вижу Как он общается С болельщиками И мне очень приятно Что он всегда открыт Он очень воспитан Сдержан Интеллигентный И Он Мне как игрок Компонирует Конечно И я очень рада Что он Пришел в нашу команду Любимая игра Прошлого сезона Спартак Потому что Это был подъем Невероятный подъем Это Я помню Как мы в пресс-центре Танцевали После Да Я обнимала всех Кого можно Мне кажется Кого я знала И не знала И всех Журналистов Нежурналистов Болельщиков Ксюша И последний вопрос Скоро Вот-вот-вот Уже на флажке У нас Новый сезон Что бы ты хотела пожелать Команде Вот на весь сезон Потому что я знаю Что игроки смотрят Рубиновую кухню Они обязательно услышат Ну в связи с тем А мы будем стараться Мы будем стараться их поддерживать Максимально Мы с командой Мы с командой Конечно И мне И всем нам Всем сотрудникам Очень приятно Что в этом году Рубин представляла Именно ты Это было Очень достойно Мы все за тебя Переживали Спасибо, что Ты у нас такая И есть Спасибо большое Спасибо большое